Можно включить? Да, можно, может, все работает. Здравствуйте. Подключайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции – ведение пациентов с заболеваниями парасчитовидных желез и нарушениями обмена витамина Д на поликлиническом этапе. Тема эта является очень актуальной. И пациенты с различными аспектами проблем с кальциевым обменом обращаются и наблюдаются в поликлинике. Для того, чтобы вам было проще иметь информацию, мы начинаем лекцию с того, что я вам показываю источники, которыми необходимо пользоваться. Это информация, которая уже изложена в объеме необходимых требований к ведению пациента с данной патологией. Это вот последний учебник, который вы сейчас можете встретить по эндокринологии. И хорошее клиническое руководство. Если оно вам встретится, я вам очень советую с ним познакомиться. Так вот, на слайде вы видите изображение пара щитовидных желез, которые находятся в норме. Это четыре пары у верхнего, две у верхнего и две у нижнего полюса. Это если есть типичное расположение. И вот также на слайде вы видите справа, это возможная атипичная локализация пара щитовидных желез. То есть, кроме обычного, нужно иметь в виду, что пара щитовидные железы могут быть расположены и в нетипичном месте. Кальциевый обмен является очень и очень важным обменом, обеспечивающим жизнь пациента. За что же отвечают ионы кальция? Это сокращение скелетных и сердечной мышцы, внутриклеточная секреция, передача нервного возбуждения, регуляция транспорта различных ионов через мембрану клетки, регуляция глюкогенеза и глюкогенолиза осуществляется с помощью и контролируется ионами кальция. Кальций принимает участие в стабилизации клеточных мембран, активирует факторы свертывания крови, седьмой, девятый и десятый, и обеспечивает минерализацию кости. Возрастные нормы потребления кальция вы видите вот на этом слайде. Потребность, в общем-то мы говорим о чем? Это ежедневная потребность у лиц в возрасте 16, от 16 до 50 лет она составляет 1000 мг. Женщинам в менопаузе или старше 50 лет – 1200 мг. Беременным и кормящим потребность кальция составляет в сутки 1000-1030 мг. Поступление кальция с пищевыми продуктами и содержание в продуктах вы видите на этой таблице. Необходимость пополнения кальция может быть достигнута продуктами. Как вы видите, здесь на 100 г продукта указано содержание кальция и возможность покрытия суточной потребности. Но это имеется в количестве продукта 100 г. Больше всего в кунжуте содержится сыр и пармезан, молоко сухое и нежирное, сыр голландский, сыр пашеконский, сыр чадр, сыр швейцарский, сыр российский. То, что вы сейчас видите на этой части слайда, имеет достаточное количество кальция, но при употреблении в приличном количестве. Теперь вот эта часть слайда тоже самая. Вы можете обратить внимание, какие продукты и возможности их употребления для ежедневного покрытия потребностей. И все эти продукты не являются такими уже доступными и возможными для регулярного употребления. Но сыр фета более-менее ничего. Семечки, но нужно 100 г семечек съесть. Поэтому, пожалуйста, можете посмотреть. И дальше. Желток куриного яйца. Он только 14% суточной потребности. Молоко козье. В общем, продукты, которые здесь вы видите на слайде, они уже при регулярном применении желательно учитывать вот эти возможности, которые человек получает из продуктов. Почему? Потому что все продукты, которые содержат кальций, они содержат и другие компоненты, улучшающие усвоение кальция. Потому что употребление кальция в виде лекарственного препарата, к сожалению, ограничено бывает характером питания. Дает мыла с молочными, например, продуктами. И поэтому получить кальций из чистых или, скажем, лекарственных препаратов довольно сложно и проблематично. Поэтому важную роль играет употребление продуктов, которые мы с вами сейчас просмотрели на слайде. И вы потом можете посмотреть и обратить внимание, насколько вы сами и ваши родственники могут, в общем-то, пользоваться этой информацией. Но если потребность с продуктами не восполняется, для этого вступают внутренние механизмы, которые поддерживают необходимое содержание столь необходимого компонента. И содержание кальция внутренними нашими резервами контролируется парад гормона, который вырабатывается паращитовидными железами, кальцитонином, который находится и вырабатывается щитовидным железом, и витамином D. В организме взрослого человека содержится приблизительно 1 кг кальция, 99% которого локализуется в костях, а 1% – в мягких тканях. Очень важно, и я рекомендую вам запомнить еще одну важную константу. В норме кальций в северотке крови колеблется от 2,25 до 2,75 мм. Находится в северотке крови кальций в связанном с белком состоянии. 80% связано с альбумином и 20% связано с глобулином. Почему этот тоже аспект? Сейчас мы будем с вами говорить о том, что процесс контроля и поддержания довольно многоплановый. Поэтому, если у человека имеются какие-то проблемы с белковыми возможностями транспортирования этого, скажем так, очень важного компонента, в этом случае тоже возникают патологические состояния. Содержание активной части ионизированного кальция в северотке крови составляет 1,25 мм. И очень связанное с ним по функционированию – это фосфор. Его содержание в северотке крови от 0,64 до 2,28 мм. Как же осуществляется гомеостаз кальция? Парад гормон повышает концентрацию кальция в северотке крови посредством стимуляции активности остеокласта в костной ткани. Также парад гормон увеличивает конверсию 25 гидроксивитамина D в 1,25 гидроксивитамин D кальцитриол и посредством этого увеличивает кишечную абсорбцию кальция. Также парад гормон увеличивает почечную реабсорбцию кальция. Кальцитриол, витамин D3 образуется метаболическим путем. Образование витамина D в коже в присутствии ультрафиолетового света происходит. Для этого человек должен иметь возможность пребывания в условиях солнечного света. Превращение холиокальциферола в 25 гидроксивитамин D, активная форма витамина D происходит в печени. Гидроксилирование в наиболее активную форму 1,25 гидроксивитамина D происходит в почках. Следующая часть коррекции, которая осуществляется кальцитонином, происходит за счет уменьшения уровня сывороточного кальция и подавления активности остеокластов в кости. Вот эти три компонента при взаимодействии поддерживают уровень кальция на уровне 2,25-2,75 в сыворотке крови здорового человека. В сыворотке крови 40% кальция связано с протеином, 10% находятся в виде комплексов с белком и 50% в виде ионизированной формы. Три источника сывороточного кальция в организме. Это кишечная абсорбция, непосредственная часть его потребления с пищей составляет от 15 до 70%. И на эту фазу влияет два компонента. Это присутствие кальция в продуктах, потребляемых человеком, и патология или какие-то состояния, которые нарушают вот этот кишечный компонент всасывания. Костная резорбция, когда происходит выделение кальция из кости, эта часть варьирует в зависимости от изменений в кишечнике и почках. И почечная реаксорбция – это изменяющаяся часть фильтруемой нагрузки. Она, на ее долю, приходится от 99 до 99,5%. Значит, вот вся сложность ситуации будет заключаться в том, что все эти компоненты должны работать, ну, очень, скажем так, как оркестр. И при нормальных физиологических условиях приток кальция к кости и его отток из нее одинаков. Парад гормон и витамин D регулируют нормальное перемещение кальция в костях, в желудочно-кишечном тракте и почках. Нормальный обмен кальция, вы видите, как он выглядит на этом слайде. Внутриклеточная жидкость, в которой происходят, скажем, все такие транспортные перемещения, заключаются в связи, которая происходит в этих компонентах. Это поступление с пищей и всасывание в кишечники, костная часть, которая регулируется, вы тоже видите, либо идет, если есть необходимость и падает содержание, то происходит из кости поступление во внеклеточную жидкость. И также очень важный компонент – это почечный. Когда вы видите, если есть, падает содержание кальция, он начинает более активно метаболизироваться в почке. И если необходимость такая есть, из внутриклеточной жидкости поступает в почку. Поэтому вся система – это вот часть, о которой мы говорим, касаемо кальция и его поступления в организм. Теперь второй очень важный компонент этой системы – это витамин D. Витамин D поступает с пищей. Вот когда он поступает с пищей, то опять же вы видите продукты, которые у нас, в общем-то, являются источником витамина D. И, обращая ваше внимание, на первые две строчки нашей таблицы, в диком лососе содержится от 600 до 1000 мг на 100 г рыбы. А в лососе, который выращивается на ферме, или так называемый аквакультурный лосось, падение составляет уже весьма и весьма значительное. То есть та польза, на которую мы рассчитываем, от аквакультуры получено быть в полной мере не может. Полеза, достаточное количество содержится витамина D в сельде. Она составляет в зависимости от сорта и, в общем-то, условий добывания или вылова. От 300 до 1600, ну, почти до 1700 международных единиц на 100 г. Дальше еще источником могут быть грибы, которые, если они получены ультрафиолетом, их содержание витамина D увеличивается практически в 4 раза. Ну и такой источник, как молоко, обогащенное витамином D, оно, в общем-то, в крупных городах России присутствует. У нас, к сожалению, этой возможности нет. Поэтому вот основные продукты, мы скажем, которые доступны. Метаболизм витамина D и его основные биологические функции. Прием витамина D с пищей. Вот вы видите, он поступает в организм и в печени активируется. Дальше. Активная часть происходит в почках активации. И под влиянием ультрафиолета, который есть в солнечном свете, синтез витамина D происходит в коже. Но витамин D прямо кожи, тот, который образовался в коже, использован быть не может. Он тоже должен пройти печеночную, вот это печеночное звено метаболизма. Учитывая то, что сейчас у нас такая сложная обстановка по ковиду, и вы уже, наверное, тоже об этом слышали, витамин D включается в лечение больных ковидом. А у людей здоровых витамин D оказывает иммуномодулирующее действие посредством влияния на врожденный и приобретенный иммунитет. Потому что ответ на любую инфекцию, на любую ситуацию зависит от особенностей иммунитета человека, насколько он способен, в общем-то, адаптироваться к агрессивному воздействию. В жировой ткани оказывает важное действие витамин D. Он оказывает в этом случае липолитическое действие. Влияние на кальциево-фосфорный обмен сопровождается усилением абсорбции и реабсорбции кальция и подавления секреции парадгормона. Все дело в том, что у нас сейчас лабораторным методом парадгормон определяется без проблем, но нельзя без анализа вот этих основных компонентов, о которых мы сейчас с вами говорим, производить коррекцию. Поэтому здесь вот этот... Очень важно, чтобы эта вся система, о которой мы сейчас с вами говорим, работала содружественно. И очень важно антипролиферативное действие, которое оказывает витамин D. В этом случае он осуществляется для защиты от онкологических проблем. Поэтому витамин D на сегодняшний день вы можете встретить статьи, где они называются так, роль витамина D у взрослых. Так как же работает парадгормон? Еще обращаю ваше внимание на один очень важный аспект того, что гормоны должны обязательно оказать свое действие в основных точках. При всем своем многообразии влияния все-таки каждый из гормонов оказывает какое-то, скажем, действие, преимущественно проявляя со стороны и важности для какой-то системы. Так вот, парадгормон осуществляет действие тройное. Точки приложения основные – это костное, ренальное, а также остальное воздействие на другие органы и ткани. Очень важно вот это костное действие парадгормона. Оно осуществляется в регуляции соотношения между остеоцитами, остеобластами, остеокластами, когда вместе с калицитонином и витамином D происходит коррекция соотношения между этими важными клетками. На кость парадгормон действует в две фазы. Ранняя фаза заключается в мобилизации кальция из костей и восстановление кальция вне клеточной жидкости и позднее образование новых клеток. Также парадгормон активирует остеобласты с последующим образованием остеокластами активирующего фактора. При повышенном уровне парадгормона преобладает резорция кости и, следовательно, происходит деминерализация кости и содержание кальция в сыворотке крови повышается. Рональное действие парадгормона заключается в выделении фосфатов с мочой, понижении выделения кальция с мочой и стимуляции образования витамина D3, а витамин D3 повышает резолкцию кальция в кишечнике. Вот мы скажем такие моменты и остальное действие парадгормона. Влияние кишечное заключается в повышении транспорта кальция через слизистую кишечника, повышение резорции кальция из пищи. Под влиянием парадгормона понижается отложение кальция в хрусталике глаза. При нехватке парадгормона возникает катаракта. Парадгормон в жировой ткани действует липолитически и парадгормон повышает секрецию гормона пролактина. Максимальная секреция парадгормона отмечается ночью или утром. Это при нормальном циркадном ритме или суточном ритме гормонов. При патологии возможно изменение циркадного ритма. Теперь мы с вами переходим к патологии. Патология в эндокринологии заключается в двух аспектах. Либо чего-то много, либо чего-то мало. Так вот, гиперпаратериоз. Первичный гиперпаратериоз. Когда причина, а по эндокринологическим законам, первичным считается поражение периферической эндокринной железы. Так вот, это гиперфункционирующая аденома в 85% или аденомы от 3 до 5% паращитовидных желез. Гиперплазия паращитовидных желез. Гиперфункционирующая карцинома паращитовидных желез приблизительно 1%. Множественная эндокринная неоплазия. МН1 с гиперпаратериозом синдрома Вермера и МН2 с гиперпаратериозом синдрома Симпла. Первичный гиперпаратериоз является... Мы сейчас говорим об первичном локализации проценция. Это опухоль из одной или из всех паращитовидных желез. Чаще встречается первичный гиперпаратериоз у женщин. В общем, на долю первичного гиперпаратериоза в популяции от 0,05% до 0,1% приходится. Вторичный гиперпаратериоз. Возникает в результате почечной патологии и развитие хронической почечной недостаточности, туболопатии, почечного рахита, кишечной патологии, синдром нарушенного кишечного всасывания, костная патология, ведущая к вторичному гиперпаратериозу. Это остеомоляция синильная, поэрпиральная и диапатическая, болезнь пиджета. Недостаточность витамина D как причина, вследствие заболевания почек, печени, наследственные ферменты патии, злокачественные заболевания, меломная болезнь, метастазы злокачественных опухолей в кости, третичный гиперпаратериоз. Это автономно функционирующие аденомы или аденомы паращитовидных желез на фоне длительно существующего вторичного гиперпаратериоза. Как вы видите на этом слайде, патология, которая ведет к вторичному гиперпаратериозу, разнообразна. Поэтому для его обязательного и правильного лечения мы должны с вами установить причину. И если мы говорим о перечисленной патологии, то эти заболевания нужно, когда вы назначаете терапию, обязательно учитывать и вот эта возможность, которая может появиться у больных с перечисленной патологией. То есть обращать внимание на состояние кальциевого обмена в обязательном порядке. Клинические формы первичного гиперпаратериоза. Они выделяются следующими. Это костная форма, почечная, желудочно-кишечная, когда у пациента возможно развитие язвы желудка, панкреатита или калицистита. Сердечно-сосудистая, когда у больного отмечается артериальная гипертония. Жалобы пациентов. Это общая слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота, запоры, похудание, боли в костях, переломы, слабость мышц конечностей, особенно в проксимальных отделах, полидепсия, полиурия, мочекаменная болезнь, возможно развитие ее, заторможенность, повышенная умственная утомляемость, ухудшение памяти, депрессия, дезорганизация, литургия и судороги. Это жалобы, которые могут предъявлять больные с различными формами, как бы относящиеся, как всем перечисленным трем вариантам. Костная форма. Ее проявление обязательно в какой-то степени выраженности у больного присутствует, учитывая точку и механизм действия зону ответственности парад гормона. Проявление это патологические переломы, фиброзно-кистозный остит, кисты и гигантоклеточные опухоли в длинных трубчатых костях, в костях запястья, ребра, в костях таза. Рентгенологические опухоли имеют сетчатую структуру и характерный вид пчелинных сут. Следующим проявлением костной формы является диффузная деминерализация костной ткани. В костях позвоночника выраженный в различной степени остеопороз может приводить к изменению пропорций тела, которые, кстати, обратному развитию подвергнуть нельзя, даже если мы с вами поставить диагноз и будем лечить. Субпериостальная резонция костной ткани в области фаланг кистей следующее возможное проявление. В костях черепа отмечаются субпериостальные эрозии, деминерализация кисты. Над кистами черепа перкутурно определяется арбузный звук. Без каких-то из этих проявлений почему? Сама по себе сейчас часто делают лабораторные анализы. Мы можем получить цифры самого разного, скажем, уровня, но что-то из этих проявлений обязательно нужно диагностировать. Без этого диагноз является сомнительным. Лабораторными маркерами костного ремонделирования являются вот следующие исследования. Это то, что касается лабораторных возможностей. маркеры кости образования это костно-специфическая щелочная фосфатаза, остеоцин, сыворотки крови, а также Н-концевой проколлаген первого типа. Маркерами резорции костной ткани могут быть следующие. Это перидинопин и безоксиперидинолин, Н-концевой и С-концевой телопептиды коллагена первого типа. Причем Н-концевой проколлаген первого типа и Н-концевой телопептид коллагена считаются наиболее стабильными, хорошо воспроизводятся и рекомендуется для определения большинству пациентов. Диагностика остеопороза на основании снижения минеральной плотности костей для женщин в постменопаузе и мужчин старше 50 лет представлено на этом слайде. Для того, чтобы получить вот эти перечисленные показатели отклонений от стандарта необходимо проведение денситометрии костей и специального исследования. Это в общем-то обязательное обследование для того, чтобы определить тактику введения пациента. На слайде вы видите вот то, о чем мы с вами говорили. Пожалуйста, обратите внимание рассасывание. Тут вы видите, пожалуйста, изменение в костях разной степени выраженности. Пожалуйста, изменение в костях черепа. То, что касается зубов. Иногда наши уважаемые стоматологи направляют больных к эндокринологу в связи с изменениями со стороны зубов. Но одни зубы не могут быть основанием для постановки диагноза. Нужно обследовать и выявлять что-то из перечисленного выше перечня. почечная форма первичного гиперпаратериоза может быть в виде мочекаменной болезни с единичными или множественными камнями, оксалатами или фосфатами. В этом случае мочекаменная болезнь имеет рецидивирующее течение. У больного удалили камни в почках, а они рецидивировали снова. Возможно развитие нефрокальциноза. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит. При гиперкальциемии отмечаются также микроз кожи из-за отложения солей кальция, катаракта, ободковый кератик, уплотнение век из-за метастатических кальцификатов, кальцификация ушных раковин, поражение суставов, хондрокальциноз подагра, кальциноз миокарда, стенок сосудов клиника инфаркта миокарда, аритмия и гипертония. Кальциноз легких, слизистый желудок, кишок, язвенная болезнь, некроз канальцев с клиникой острой почвенной недостаточности и возможно развитие анемии. Вот, пожалуйста, из того, что я сейчас сказала, можете посмотреть изменения, как выглядят со стороны глаз, со стороны сустава. гиперкальциемия может быть легкой степени, умеренной и тяжелой. Для легкой степени гиперкальциемии характерно повышение кальция в сыворотке крови до 3 мм в литре, свободного кальция до 2 мм в литре, умеренное, повышение кальция в сыворотке крови до 3-3,5 мм, а кальция свободного до 2-2,5 мм в литре. Тяжелая, когда кальция в сыворотке крови превышает 3,5 мм, и кальция свободного больше 2,5 мм. Повышение кальция до 3,5 мм, от 3,5 мм до 4-24 мм может сопровождаться развитием гиперкальциемического криза. Все, что мы сейчас с вами говорим, входит в программу экзамена по госпитальной терапии. И неотложные состояния тоже, в общем, учитывают все, что входит в ваш экзаменационный материал. Так вот, начало криза характеризуется острой болью в эпигастрии, жаждой, тошнотой, неукротимой рвотой, полиурией, которая сменяется, олигурией, а затем анурией, развивается значительное обезвоживание. Неврологические расстройства представлены прогрессирующей спутанностью сознания, ступором или психомоторным возбуждением. Прогрессирующая кальцификация из-за нарушения кровоснабжения кольценностей сосудов и прямого деструктивного воздействия массивной кальцификации на ткани в головном мозге, миокарди, почных канальцах. В мышцах слизистой желудка и кишечника формируют обширные участки некроза и кровоизлияния. Криз часто сопровождается тяжелыми желудочно-кишечными кровотечениями. Развернутая стадия криза характеризуется развитием сердечно-легочной недостаточности, клинический видит цианоз, коллапс. Терминальная стадия криза выглядит в виде подавления функций центральной нервной системы, торможения дыхательного сосудистого центра, развивается необратимый шок. Летальность при кризе до 65%. Диагностика гиперкальцемического криза включает в себя определение кальция, фосфора, паратгормона в сыворотке крови, белков, крови, креатинина остаточного азота. Электрокардиографическим признаком гиперкальцемии являются укорочение интервала КУТЭ, расширение зубца КУРС, воплощение инверсии зубца Т, проведение рентгенографии черепа, грудной клетки, предплечья, кистей, обзорная рентгенограмма почек по показаниям. А также вы определяетесь с необходимостью проведения КТ и или МРТ. Проводится УЗИ почек, сэнтеграфия паращитовидных желез, позволяет определить, где локализуется аденома, потому что с аденомой поступить другим методом довольно проблематично. В общем анализе крови выявляется нормохромная анемия, лейкоцитоз умеренный, ускорение СОИ. В общем анализе мочи смотрим за такими проявлениями, как кенурия, кальциурия, обязательно контроль за диурезом. Лечение гиперкальциемического криза на догоспитальном этапе включает внутривенное введение физраствора со скоростью 12-15 миллилитров в минуту с 60-ю или 90 миллиграммами преднизолона. В стационаре больным обеспечивается форсированный диурез внутривенным введением 3-х литров из раствора за 2-3 часа с последующим введением форосемита. Введение фосфата в калии внутривенно 250-750 миллиграмм каждые 6 часов. кальцитонина по 2 единицы каждые 4 часа. Это внутривенно 50 миллиграмм на килограмм в течение 4-6 часов. Митромицин внутривенно 25 миллиграмм на килограмм. Индомитоцин через 6 часов. Ацетиловая кислота ацетилсорициловая кислота от 0,5 3 раза или 0,75. Гемодиализ с бескальциевым диализатом если вы не можете никаким образом повлиять на данный процесс. Прагностически благоприятно улучшение психического статуса и функции почек. Выздоровление наступает у больных у которых за первые сутки содержание кальция в сыворотке крови снижается не менее чем на 0,5 миллимоли. Эффективным методом является хирургическое удаление паратериодономы. Показания к хирургическому лечению. Появление типичных для первичного гиперпаратериоза симптомов со стороны костей, почек и желудочно-кишечного тракта. Постепенное повышение кальция выше нормы на 0,25 мл. 4 мм и более эпизоды угрожающего жизни повышения уровня кальция. Ухудшение функции почек, понижение крерансокреатинина на 30% и более, появление нефролитиаза или увеличение кальциолуи, повышение суточной экскреции кальция с мочой больше 400 мг, значительное уменьшение костной массы при прямом обследовании больше 2 СД, нервно-мышечные изменения или психические расстройства без других причин, возраст пациентов меньше 50 лет. Следующая патология это гипопаратириоз. Встречается он чаще, чем гиперпаратириоз. И вы сейчас обратите внимание на слайде по представленным причинам. Но врожденное недоразвитие или отсутствие парасчитовидных желез, это скажем, редко. Идиопатический или аутоиммунного генеза в настоящее время становится все чаще послеоперационный из-за удаления парасчитовидных желез, нарушения кровоснабжения или иннервации парасчитовидных желез, лучевого повреждения за счет экзогенного или эндогенного воздействия, дистанционная лучевая терапия, лечение заболеваний щитовидной железы радиоактивным йодом. Повреждение парасчитовидных желез при инфаркте миокарда и кровоизлияния и инфекционные повреждения. Гипопарадириоз заболевания с недостаточной секрецией парад гормона, что вызывает понижение реабсорбции кальция в почках и кишечнике и нарушение образования витамина Д3. В следствии этого гипокальциемия ведет к повышению нервной и мышечной возбудимости с удорожным сокращением скелетных и гладких мышц. Клинические проявления гипокальциемии это тетания, приступы адекватной тетании, гелатентной тетании. Тетания характеризуется отрядой симптомов. Это парастезия, затруднения дыхания, тонические или клонические судороги. Приступы тетании возникают внезапно после воздействия отражающих факторов. Что является характерным признаком тетании? Это сохранение сознания. Нарушается функция вегетативной нервной системы и как следствие этого прохозное потоотделение, бронхоспазм, печеночная и почечная колика, нарушение иннервации мыс вызывает судороги с клиникой тетании желудка, сердца, а именно возможно в общем-то маска, инфаркт, миокарда, тяжелые стенокардии и острого живота. Латентная гипокальцемия и ее проявление это низкий рост, трофические изменения кожи и ее придатка, экзема, жесткость, сухость и ломкость волос и ногтей, недоразвитие и множественные карии зубов, катаракта, кальцификаты, симулирующие оситицирующий миозит, кальцификация мягких тканей, деформация скелета, укорочение пясных, плюсневых костей и фаланг пальцев, субпериостальная осификация длинных трубчатых костей, фиброзная стиль. На электрокардиограмме признаки гипокальцемии и удлинение интервала КУТ. Вот, пожалуйста, вы видите на слайде, как могут выглядеть перечисленные сейчас на этом предыдущем слайде изменения. Латентная титания выявляется следующими симптомами. Это симптом труссо, судорожное сокращение кисти в виде руки акушера через 2-3 минуты после наложения жгута в области плеча. Часто такое можно видеть, когда вы измеряете артериальное давление. Симптом хвостока судорожное сокращение мышц лица при поколачивании в области выхода лицевого нерва. Симптом шлейзингера судорожное сокращение мышц бедра и супинация стопы после пассивного сгибания конечности в тазобедренном суставе. Критерии кальциемии это содержание кальция в сыворотке крови меньше чем 1,8,7 ионизированного меньше 1,07 Гипопаратириоз может протекать в трех формах это легкая форма когда приступы титании отмечаются 1-2 раза в неделю в длительности несколько минут и не требуют введения внутримышечного или парентерального препарата в кальция в средней степени тяжести когда приступы титании отмечаются ежедневно 1-2 раза в день и требуют как правило кроме парентерального часто это внутримышечное введение препаратов кальция тяжелая форма приступы титании несколько раз в день продолжаются несколько часов и требуют комбинированного введения препаратов кальция протокол лечения приступа титании внутривенно струйно вводится 10-20 миллилитров 10-ти процентного раствора хлористого кальция если вводить глюканат кальция там содержится кальция в два раза меньше количество увеличивается соответственно 20-40 миллилитров при отсутствии эффекта повторное введение раствора встроено затем при необходимости внутривенно-капельное введение из расчета 15-20 миллиграмм на килограмм кальция в 500 миллилитрах 5-ти процентной глюкозы все дело в том что стройное введение препаратов кальция переносится больными достаточно тяжело и если это приходится делать несколько раз в течение суток то естественно приходится переходить еще в комбинации с внутривенным введением затем следующий препарат это парад гормон 20-100 единиц внутримышечно или подкожно фенобарбитал 5 сотых 1 десятая пироз хлоралгидрат в клизме 2 раза в сутки при прогрессирующем реалингоспазме проводится интубация или трохиотомия вводится нож внутримышечно дегидротахистерол 1 десятый процентный 2 миллилитра внутрь через 6 часов дегидротахистерол 2 миллилитра внутрь каждые 6 часов кальция хлорид уже перорально по 1-2 столовых ложки каждые 6 часов при понижении магния в сыворотке крови ниже 0,7 миллимоль в литре внутривенно струны сернокислую магнезию до 10-20 миллилитров но довольно часто отмечается гипомагниемия и часто введение сернокислой магнезии включается в план мероприятий при уровне калия ниже 3,5 миллимоль в литре внутривенно капельно вводится хлористый калий 10-ти процентный 30 миллилитров в 200 миллилитрах 5-ти процентного раствора глюкозы через 12 часов для устранения алкалоза назначается аммониохлорид 3,7 грамма в сутки или внутривенно капельно 50 миллилитров 1,1 нормальной соляной кислоты 100 миллилитров без раствора для уменьшения всасывания фосфора в кишечнике рекомендуется прием гидрокиси алюминия по 6-8 грамм в сутки в межприступном периоде назначают препараты кальция пероз подбирается препарат его дозировка так чтобы поддерживался необходимый уровень кальция гипокальциемический криз встречается чаще чем гипокальциемический причиной смерти может быть асфиксия из-за лярингоспазма или стридера судорожное сокращение диафрагмы или титания сердца лечение в межприступном периоде вы видите на слайде препараты кальция все которые возможны и существуют в Российской Федерации содержание кальция в одном грамме соли кальция представлено на этом слайде еще раз повторяю вы обязательно подбирайте больному препарат и этот препарат должен применяться в постоянной дозировке для регулярного лечения при первичном назначении препаратов кальция подборе дозы смене препарата необходимо контролировать содержание кальция и фосфора в сыворотке один раз в 7-10 дней при стабильном течении титании один раз в 4-6 месяцев учитывая что у нас с вами лекция по поликлинической терапии это то что должен делать врач амбулаторного звена знать как часто все это контролировать следующая возможность лечения препаратами кальция это подсадка консервированной замороженной косточки бульон это делают хирурги они подсаживают специально обработанную кость в подкожную клетчатку на животе например это вот делает у нас например профессор безруков Олег Филиппович поэтому метод косточка это служит столько времени пока она рассосется и представляет из себя вот такой депо содержание кальция в пищевых продуктах пожалуйста это должна быть обязательная поддержка я сейчас просто пролистаю слайды и напомню они у нас с вами есть в начале лекции то есть обязательно кроме вот тех таблетированных препаратов которые мы с вами сказали и лекарственных необходимо проводить вот такую поддержку еще и из перечисленных и возможных и доступных для данного пациента кроме кальциевой диеты проводят паратиридин курсами по полтора два месяца с перерывом 3-6 месяцев назначаются препараты витамина D при титании необходимо обратить внимание на следующую вещь это исключение мяса эрго кальциферол когда он содержится в продуктах он способствует синтезу витамина D под действием ультрафиолетового облучения причем вот на этот факт нужно обращать внимание потому что когда летом инсоляция больше необходимо коррегировать с учетом диеты дозу таблетированных препаратов осмотр офтальмолога обязательно включается в диспансерный план при этом задача которую мы ставим перед офтальмологом это диагностика своевременной катаракты а также при необходимости проводится рентгенография костей черепа и других костей по показанию группа теперь мы с вами переходим к рассмотрению уже возможности витамина D и его вклада в проблемы поэтому сейчас вы видите на слайде группы лиц с высоким риском тяжелого дефицита витамина D которым показан биохимический скрининг это заболевание костей рахит остеомоляция остеопороз гиперпаратириоз пожилые лица старше 60 лет имеющие падение в анамнезе а также низкоэнергетический перелом в анамнезе ожирение лица с индексом массы тела больше 30 мг на килограмм квадратные боли пациенты после бариатрических операций беременные кормящие женщины имеющие фактор риска и не принимающие с профилактической целью препараты витамина D сюда мы включаем женщин с темной кожей ожирением гистационным сахарным диабетом минимальным нахождением на солнце беременные женщины не получающие добавки витамина D а также следующая группа это дети и взрослые с темным оттенком кожи жители или выходцы из Азии Индии и Африки печеночная недостаточность со второй степени со второй стадии синдром малиабсорбции вследствие воспалительных заболеваний кишечника таких как болезнь крону неспецифически язвенный колец или аки синдром малиабсорбции вследствие бариатрических операций радиационный энтерит муковисцидоз гранулематозные заболевания саркоидоз туберкулез гистоплазмоз бириллиоз кокцидиамикоз прием лекарственных препаратов на постоянной основе это глюкокортикоиды антиретровирусные препараты противогрибковые препараты холестерамин и лица страдающие эпилепсией и принимающие постоянно противоэпилептические препараты оценка статуса витамина D проводится путем определения уровня общего 25 OH витамина D в сыворотке крови для этого необходимо использовать в клинической практике метод определения относительно международных стандартов при определении концентрации 25 OH D витамина в динамике необходимо использование одного и того же метода одной и той же лаборатории определение 25 OH витамина D после применения препарата нативного витамина D в лечебных дозах рекомендуется проводить через 3 дня с момента последнего приема препарата как же мы с вами интерпретируем полученный результат и еще раз повторю в настоящее время проблем с определением уровня витамина 25 OH D в крови нет абсолютно никаких к сожалению он не входит в возможности и рекомендации ОМС ну и достаточно дорого стоит на сегодняшний день но однако имеет очень важную информативность и ценность мы говорим о выраженном дефиците витамина D когда его содержание в сыворотке крови меньше 10 нанограмм в миллилитре или меньше 25 наномоль в литре в этом случае повышенный риск рахита остеомоляции вторичного гиперпаратириоза гиперпаратириоза миопатии падения переломов то есть кроме цифры мы обязательно обращаем на перечисленные вот эти клинические проявления дефицит витамина D когда уровень витамина D меньше 20 нанограмм в миллилитре или меньше 50 наномоль в литре в этом случае отмечается повышенный риск потери костной ткани вторичного гиперпаратириоза падения переломов недостаточность витамина D когда мы говорим что его уровень выше 20 но ниже 30 нанограмм в миллилитре или от 50 до 75 наномоль в этом случае мы говорим что у пациента или видим у пациента низкий риск потери костной ткани и вторичного гиперпаратириоза нейтральный эффект нападения и переломов адекватный уровень витамина D когда уровень его больше 30 нанограмм в миллилитре или больше 75 наномоль в этом случае мы говорим что у пациента оптимальное подавление потери парад гормона и потери костной ткани снижение падения и переломов на 20% и еще один аспект этой проблемы потому что лечение постановка диагноза и контроль за лечением должен проводиться обязательно лабораторным методом по ощущениям этого делать нельзя и уровни с возможным проявлением токсичности витамина D мы наблюдаем когда его содержание больше 150 нанограмм в миллилитре или его содержание больше 375 наномоль в литре в этом случае мы наблюдаем гиперкальциемию гиперкальциурии нефрокальцинос и кальцифилоксию в этом случае пожалуйста патология является к сожалению очень распространенной по причинам и отсутствия возможности использования достаточного количества продуктов содержащего витамина D возможности инсоляции вот хотя мы живем с вами в Крыму у нас говорят что лучи солнца падают не под тем углом поэтому проблем с витамином D мы также имеем достаточно большое количество плюс достаточно большой круг патологических состояний которые в общем-то ведут к появлению и поддержанию данной проблемы на сегодняшний день после получения результата с выявлением дефицита и недостаточности витамина D существуют примеры схем лечения рекомендуемые в Российской Федерации коррекция витамина D при уровне менее 20 нанограмм в литре в этом случае вы видите предлагается еженедельно еженедельно в течение 8 недель внутрь прием 50 тысяч международных единиц препаратов которые перечислены в правой колонке таблицы вы можете ее сфотографировать поэтому все препараты я называть не буду они это препараты Вегантол и Аквадетрим которые согласно указанному на слайде могут быть применены также может быть использовано следующее применение 200 тысяч международных единиц ежемесячных в течение 2 месяцев препаратов Вегантол например 150 международных единиц ежемесячно в течение 3 месяцев это схема применения поэтапная и 7 тысяч международных единиц в день 8 недель внутрь, если мы уже с вами движемся в положительном направлении. Коррекция недостатка витамина D при уровне 20-29 нанограмм в миллилитре. В этом случае назначается 50 тысяч международных единиц еженедельно в течение 4 недель внутрь препарата фригантол или аквадетрим. 200 тысяч международных единиц однократно внутрь препарат фригантол может быть применен. 150 тысяч международных единиц однократно внутрь препарат аквадетрим. И 7 тысяч, когда мы с вами уже получаем положительный результат. Поддержание уровня витамина D при его уровне в больше 300 нанограмм в миллилитре. Для этой цели ежедневно рекомендуется для того, чтобы этот дефицит не развелся, прием тысячи, двух тысяч, например, единиц международных единиц препаратов фригантол или аквадетрим. А также поддерживающая доза может быть от 6 до 14 тысяч международных единиц однократно в неделю внутрь. Вот возможность чтения лекций онлайн позволяет эти таблицы вам просто уже изложить более подробно. И вы с ними можете потом и познакомиться, и использовать потом для своей уже работы. Показания к назначению активных метаболитов витамина D. Существуют такие препараты, такие формы лекарственные. Это абсолютные показания, когда имеется терминальная хроническая почечная недостаточность, гипопаратириоз, псевдогипопаратириоз и выраженная гипокальциемия. Относительными показаниями к назначению активных метаболитов витамина D являются хроническая болезнь почек с клубочковой фильтрацией менее 60 мл в минуту, возраст старше 65 лет, высокий риск падения у пожилых пациентов, прием препаратов, нарушающих метаболизм витамина D. В комбинированной терапии остеопороза, если предшествующее лечение антирезерптивными препаратами, в сочетании с нативными формами витамина D, было недостаточно эффективным. Активные метаболиты витамина D, рекомендуемые к применению, это Альфа-Дитева, Альфа-Дол, Ван-Альфа, Оксидевит, Эта-Альфа, Рокартрол, Остеотрит и Земфлар. В Российской Федерации зарегистрированы Альфа-Дитритева, Альфа-Дол, Ван-Альфа, Оксидевит, Эта-Альфа, Рокартрол, Остеотреол и Земфлар. Это препараты, которые разрешены к применению, зарегистрированы и могут быть назначены при необходимости для лечения пациента. На этой табличке вы видите сравнительную характеристику действия препаратов витамина D. Здесь необходимо обратить внимание на начало действия препарата и длительность действия. Так вот, препарат эрго-кальциферол, его начало действия на 10-14 сутки. Длительность действия после отмены 30-60 суток. Холи-кальциферол тоже начало действия 10-14 сутки после отмены 30-60 дней. Дегидротахистерол начало действия 4-7 суток. Длительность действия от 7 до 12. Альфа-кальцидол начинает действовать на первые и вторые сутки, длительность действия после отмены 2-3 суток. И кальциферол начинает действовать через 1-2 суток и длительность действия 2-3 суток. Нативные препараты витамина D, которые имеются для применения, разрешены. Это холи-кальциферол, вегантол, токеда, производство Германии фирмы Токеда и холи-кальциферол, Аква-Д3. Они разрешены к применению и имеются в свободном доступе. Вот те вопросы, которые мы с вами должны были обсудить на этой лекции. Причем необходимо учесть все вот эти части и все компоненты для постановки диагноза, лечения. А самое главное, что амбулаторный этап терапии всегда самый длинный и ответственный за его применение несут совместно и терапевт, участковый, семейный врач и пациент, который в общем-то выполняет все ваши рекомендации и при серьезном отношении к проблеме это важная достаточно ситуация может быть в положительном плане разрешена. поэтому определение на сегодняшний день и парад гормона и кальция общего и ионизированного они доступны. Определение витамина D активной его формы для каждого пациента также доступны. Но самое главное мы имеем двух два ранга пациентов. Те, которые имеют там скажем какие-то хронические проблемы возрастные изменения и это будет плановое длительное лечение. Основная задача заключается в том, чтобы если у пациента выявляется аденома парочитовидных желез, ее необходимо правильно и вовремя диагностировать, потому что изменения особенно которые касаются костей, переломы, деформации они уже сохраняются у человека и потом к сожалению уже не позволяют восстановить полностью трудоспособность и вернуть человеку в общем-то те возможности которые у него были до заболевания. Благодарю за внимание и желаю вам успехов. До свидания. Я закончила, Дима. Спасибо. За что это просто? Да вроде ничего. у нас же сейчас же перерыва-то нет у нас. У нас же был перерыв там сильно. в общем-то Спасибо.